Что было на границе мезозоя и кайнозоя, когда вымерли динозавры, и много кто еще, кроме динозавров. Да, это многие ученые связывают с падением метеорита. Хотя сразу скажу, там все на самом деле было намного сложнее и интереснее. То, чем я занимаюсь, это скорее для всего мира. Как это обычно бывает, эксперты дали положительные заключения, а дальше по итогам конкурса решили не поддержать. В Москве жить совершенно невозможно. Там можно учиться, можно делать карьеру, можно зарабатывать деньги, а больше жить в Москве нельзя. Да я бы не сказал, что меняется что-то к лучшему. Скорее наоборот, увеличивается количество бюрократии, принимаются какие-то достаточно страшные законы. Типа того, что если я пообщался с иностранным коллегой, то я должен об этом отчет в ФСБ написать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это уже была капиталистическая Россия, очень фрагматичная, с рационализмом, внедренным эгоизмом, стремлением к успеху любой ценой. Просто вот откуда у вас вот эта страсть к планетологии, потому что вот ученые такого плана, да, ну это вот типа Паганеля, да, обычно такой образ такой, да, жуберновский, такой ученый немножко не от мира всего. Романтик такой вот. Откуда вот это у вас? То есть это еще оттуда? Или это какое-то что-то другое? Как вот такие люди появляются? Мне вот интересно, на вашем примере. Ну, с одной стороны, у меня было неплохое окружение, все-таки я из семьи инженеров, так что, в общем-то, люди, ну, конечно, не люди фундаментальной науки, но все-таки образованные. И они меня, видимо, привели, эту страсть к науке, к исследованиям. Ну, и действительно, с самого детства было много увлечений, вот таких вот научных или околонаучных. Было интересно узнать, как все устроено, увлекался там самыми разными вещами. Вообще, в школе, прежде всего, основным увлечением, на самом деле, была даже не биология, не палеонтология, а химия. Ну, в детстве понятно, как все увлекаются химией, там, детская химия, это что-нибудь сорвать. Но потом, в десятом классе я пошел в Московский химлицей, где уже так вот, последние два класса школы, это была очень крутая химическая подготовка, там реально уже учили по курсам, которые преподают в Менделеевском университете. Вот. И тут, поучившись там, я понял, что современная химия – это совсем не то, что мне интересно. Да, это там переливание бесцветных жидкостей с получением других бесцветных жидкостей, и тебе там ни взрывов, ни цветных дымов, как-то все очень скучно, и тут я как раз примерно в это же время познакомился с биологами с Московской станции юных натуралистов, съездил с ними на несколько летних школ, ну и как-то этим делом очень проникся, и в результате поступил на биологический факультет МГУ. По сути… Летние школы были решающие? Ну, скорее всего, да. В принципе, да, решение, что я буду заниматься не химией, а именно биологией, было принято уже в 11-м классе непосредственно перед поступлением. А вот в аккаунте вашем ВКонтакте я там обнаружил вашу информацию, там такой населенный Тунта Сташкова, Тверской области, это какое отношение к вам? И там какой-то там определенный период времени там указано? Это было, да, это был интересный период в моей жизни, самое такое вот, самое детство. Это был даже не Осташков, это был остров Городомля, ну, населенный пункт назывался Осташков-3. Это вот то, что в Советском Союзе называлось «Ящик», то есть закрытый военный завод. Да, я на самом деле узнал историю этого места уже сильно после того, как оттуда уехал, когда читал воспоминания Чартака о советской космической программе. История была следующая. Сразу после войны Королев со своей компанией ездили по Германии и там в буквальном смысле вылавливали оттуда немецких инженеров, которые работали в немецкой космической программе. В течение нескольких лет из них выжимали все знания, какие только можно было выжить. А потом, когда, в общем-то, все выжили, стало непонятно, куда их девать. Ну и вот устроили им такую шарашку на острове, на Селегере. Посадили их и дали им на разработку какой-то проект, про который сразу было понятно, что он никогда в жизнь не пойдет. Ну и вот эти немецкие инженеры, там по сути пленные, вот они на этом острове сидели. Ну а потом при Хрущеве их всех отпустили, ну а какая-то научная инфраструктура на этом острове осталась. Поэтому вместо уехавших немецких инженеров туда отправили русских инженеров. И там, кажется, до сих пор работает какое-то производство аппаратуры для ракетной техники. Ну и да, мои родители, они тоже были инженеры-ракетчики и сразу после университета по распределению отправились на этот остров. И да, на этом острове я жил первый год своей жизни. Вот вы о космосе заговорили, и я подумал, а вот есть какая-то связь между палеонтологией и космосом? Ну вот просто вот так вот, на вскидку, я человек далекий от палеонтологии, но просто вот вертятся на слуху такие вещи, типа причина того, почему вымерли динозавры, как бы неземное происхождение земной жизни. Вот такие вот сюжеты. На самом деле, да, есть, конечно, разные сюжеты. И то, что космос по-всякому может влиять на биосферу Земли, это не только падение метеоритов. Да, на таких метеоритах их на самом деле было довольно много. Не все, правда, приводили к массовым вымираниям. Но да, то, что было на границе Мезозоя и Кайнозоя, там, когда вымерли динозавры, и много кто еще, кроме динозавров. Да, это многие ученые связывают с падением метеорита. Хотя, сразу скажу, там все на самом деле было намного сложнее и интереснее. Метеорит, он, скажем так, он поставил красочную точку в конце Мезозойской эры. Ну, есть, естественно, и какие-то, там, большой интерес о том, одинок ли мы во Вселенной, есть ли жизнь где-то еще. Конечно, пока, ну да, слежу за новостями астрономии, да, есть какие-то исследования интересные на Марсе. Вот буквально позавчера прочитал новость совершенно удивительную. Это то, что марсоход Кириозити на Марсе с помощью изотопного масспектрометра нашел отрицательную аномалию по стабильному изотопу углерода С13. Вот, и это, конечно, да, вот это как-то так пролетело в новостях, почти незамеченном, потому что, да, про стабильные изотопы действительно мало кто знает, что вообще они означают. Но, на самом деле, это действительно совершенно потрясающее открытие, потому что, ну, скажем так, если бы такую отрицательную изотопную аномалию нашли на Земле, то мы бы совершенно четко сказали, что это сигнал о том, что в образовании этих горных пород принимали участие живые организмы. Собственно, первая жизнь на Земле, которая появилась вот 3-8 миллиарда лет назад, это же, на самом деле, не какие-то там ракушки, не какие-то там кости, это тоже отрицательная изотопная аномалия, которую нашли в горных породах Гренландии. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Я хотел, когда, может быть, вернуться или перейти к вашему проекту, который вы получили эту премию, ну, а премия мы чуть позже, а вот о самом проекте, правильно как называют, Хасурты или Хасурты? Хасурты. Хасурты, да? Это название местности? Да, это название местности, это название речки, это название нескольких, ну, как там, нескольких ферм, которые расположены по берегам этой речки, так что, да, это местный топоним. Ну, вот для вас-то это, вот этот проект, это что-то такое, ну, большое на всю жизнь? Ну, типа, вот этот Ландайк какой-то полиэтологический, это как у Шримана было трое его, это что такое вот? Ну, на самом деле, это далеко не единственный проект, которым я занимаюсь. То есть, на самом деле, я занимаюсь группой животных, я занимаюсь перепончатокрылыми насекомыми. И перепончатокрылые насекомые, они очень много где встречаются в палеонтологической летописи, там, начиная еще с Триасового периода, там самые древние в Киргизии найдены, и в Юрском периоде их полно, и в Меловом, а уж тоже сколько их в Кайнозое, в Кайнозое их такое количество, что мне туда, честно говоря, даже соваться страшно. Одну единственную работу по Кайнозое сделал, но как-то все, как-то больше уже не хочется. Все-таки Мезозой мне ближе. Ну да, конкретно то место, ну, оно стало для меня родным, потому что я там много работал, три экспедиции там отработал, две из них организовывал сам. Местонахождение это достаточно интересное. Это юг Бурятии, там практически на границе с Монголией. Нашли эту точку совсем недавно, в 2002 году. Нашли ее бурятские геологи. Нашли совершенно случайно. Там вот если представить себе геологический сеттинг, который там был, он очень странный, потому что это долина, вокруг горы, и все эти горы это глубокий палеозой. А в этой долине просто вот посреди чисто поля торчит небольшой выход горных пород. Буквально там 20-30 метров в пристирание и метра два в высоту. Совсем маленький. И он имеет совершенно другой возраст. Он там на 300 или даже 400 миллионов лет моложе. Это начало мелового периода. И вот на этом вот маленьком пятачке за 4 экспедиции, ну вот я участвовал в трех, еще там до меня была одна, вот там за 4 экспедиции собрали больше 6 тысяч образцов древней жизни, ну больше всего там насекомых. Фауна оказалась очень интересная, очень странная. Ну, с одной стороны, по некоторым элементам она имеет параллели с тем, что было в это время там вот в Забайкалье, в Монголии, в Китае, так называемая фауна Жихе, фауна раннего мелового периода. Но в то же время очень много уникальных элементов. Что для меня ближе всего, это то, что там аномально большое количество перепончатых крылок для этого времени, вообще я там перепончатых крылок писал диссертацию, там всякие циферки проводил, графики строил, как они вот со временем растут. А тут, значит, это местонахождение, оно там просто все порушило, потому что там перепончатых крылок как-то вот аномально много, мне это очень нравится. А какие-то гипотезы есть? Почему именно так? Такие аномалии возможны? Или это не входит? С гипотезами сложно, но и там на самом деле для такой надежной статистики не так много материала. Все-таки, ну, общий объем сборов примерно 6 тысяч образцов, там моих перепончатых крылок примерно 5 сотен, они распределяются примерно там на, я уже не помню, 20 или 30 семейств. Получается там для каждого семейства, ну, там для некоторых там бывают и по сотне, ну, а по большей части это там единицы или десятки образцов. Поэтому, конечно, такую прям хорошую достоверную статистику там провести не получается. Ну, вот, собственно, как выглядят образцы из местных жениху софты, про которые мы написали. Это глинистые сланцы, порода довольно тонкая, очень мелкие песчинки. И порода сланцеватая, то есть это значит, что при ударе молотком она раскалывается не как-нибудь, а вот такими ровными пластинками. Вот эта вот ровная поверхность, она на самом деле вот... Вот это же... Да, это никто и не шлифовал, то есть оно действительно само по себе так раскалывается. И это отпечаток существа, который жил реально... Да, и вот на этих сколах довольно часто находят отпечатки древних организмов. И сколько этому лет? Да, это примерно 140 миллионов лет. По-моему, смотри. Вот это пилищик из семейства ксиотомиды. По всей видимости, этот вид будет новым для науки. Название еще не имеет. Популярно в двух словах объяснить. Вот такие вот открытия, можно сказать открытием, да, Руслан Хельчевич? Конечно. Они какое значение имеют для науки фундаментальной? И есть ли тут какая-то прикладная часть или нет? Просто вот попалось мне буквально много публикаций сейчас вот о вас. В местной печати, да, там вот, ну поскольку местные издания, они как бы хотят как-то, ну себя, вернее, своего героя привязать, да, к местному региону. Там как бы имеет большое значение не только вот для науки, но и для Вологодской области. Вот меня когда это немножко сцепнуло. Они правы? И для Вологодской области имеет значение? Ну, все-таки, то, чем я занимаюсь, это скорее для всего мира. Ну, я тоже думаю. Да, это для фундаментальной науки. И, собственно, даже работы, о которых мы говорим, они публикуются, естественно, на английском языке. Потому что... Я против него же, да. Да, вот даже эта монография, за которую дали премию, да, она на английском языке. Потому что это сразу было понятно, что мы пишем не только для своих. Свои в России мы про это знаем. Мы пишем для всего мира, чтобы ученые со всего мира увидели, узнали, какие у нас есть богатства, этим заинтересовались. И уже знаю, что действительно заинтересовали наших коллег. Ну, что касается фундаментального значения палеонтологии, в принципе палеонтологии, ну, это помощь в построении системы живого. Системы, ну, таксономии систематики. Потому что ведь, когда мы говорим о живых организмах, ну, и прежде всего о насекомых, ну, вот представьте себе насекомых. Ну, как их полтора миллиона видов. Очень сложно разобраться, кто кому является родственником. Конечно, современные исследования там по молекулярным данным их каким-то образом выстраивают. Но, тем не менее, без привлечения палеонтологических данных выстроить филогенетическое древо все-таки невозможно. Поэтому, прежде всего, это основная наша цель, это именно построение филогении. То есть, установление родственных отношений между организмами. Ну, для чего нужна филогения, это на самом деле уже, ну, это общая вещь. Любое биологическое исследование начинается с того, что мы смотрим, где на филогенетическом дереве находится тот или иной организм. И зачем нужна эта система? Ну, если у нас есть система, мы понимаем, мы, скажем так, можем предсказывать свойства одного организма, зная свойства близкого к нему организма. Да, вот у нас там появился на поле какой-то новый сельскохозяйственный вредитель. Да, вот приходит агроном, никогда такого вида не видел. Что с ним делать? Он его берет, начинает определять, что это такое там. Ага, семейство саранчевое. Вот конкретно с этим видом я не работал, да, но семейство саранчевое, значит, должно сработать то, что с саранчевой работает. Правильно? На самом деле, да, действительно, как правило, работает. Но для того, чтобы это сработало, система должна быть правильно построена. То есть, вот, этот вид должен быть помешан в правильный род и в правильное семейство. Он должен быть действительно родственником. Поэтому, да, вот для таких исследований прежде всего мы работаем. А вот это что за рисунки? Как раз рисунки, ну, в основном ископаемых организмов, которых я изучаю. На самом деле, когда находишь какой-то, ну, какой-то новый отпечаток или там помещение к янтаре, какое-то новое животное, не всегда бывает просто понять, что это вообще за вид, старый это вид, или это какой-то новый вид, еще неизвестный для науки. С современными это проще, современная фауна, она более-менее описана, поэтому, когда мы в поле чего-то поймали, современные насекомые принесли, ну, понятно, что современные определители есть, и к какому-то современному виду мы все-таки придем. С ископаемыми все намного сложнее, потому что, ну, как правило, каждая вторая находка – это новый вид животного. Вот, поэтому, чтобы вообще разобраться, что к чему, ну, вот как это делается, ну, как я это делаю. Ну, сначала надо понять, к чему это близко, а потом просто берешь там все это семейство, все эти картинки выбираешь. Ну, и другая задача – это стратеграфия, это установление возраста горных пород. Ну, возраст горных пород – это, опять-таки, то, с чего начинается любое геологическое исследование. Ну, в том числе, поиск полезных ископаемых, да, первое, что нужно знать геологу, то, когда накопились эти горные породы. Ну, потому что геологи, там, в том числе и поисковики, они знают, что там в меловом периоде у нас, возможно, такие полезные ископаемые, в меугольном периоде другие полезные ископаемые, а как это определить? Ну, в некоторых случаях есть, конечно, абсолютные датировки, там, когда там рядом вулкан Шарах, но там вулканический пепел, по нему можно определить просто вот по радиоизотопам. Но такое бывает далеко не всегда. Кстати, вот как раз наше местонахожение Хосурты, там не было никакого вулканизма поблизости, там абсолютная датировка невозможна. И как узнать вообще возраст этих горных пород? Как вообще поняли, что это меловой период, а не глубокий палеозой, который там везде вокруг? Так вы, собственно, и поняли по фауне. Сопоставляют фауну, находят общие виды, ну, или там общие роды, общие семейства, и говорят, что, ага, вот эта фауна похожа на эту фауну. Та фауна у нас хорошо датирована, ну, значит, эта фауна имеет какой-то близкий возраст. Я так понимаю, по вашим словам, что палеонтологи и геологи братья, в общем-то, да? Ну, конечно. Кафедра палеонтологии в МГУ располагается именно на геологическом факультете, а не на биологическом. Понятно. То есть, ну, вы-то с геологами часто встречаетесь, да, и тесно сосредище? Да, конечно. Собственно, палеонтологический институт, это там половина института биологи, половина института геологи, и они образуют такую очень хорошую комбинацию, тесно сотрудничают друг с другом. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Создатель бренда Tetra Pak Довольно известная упаковка для продуктов Ну и да, он был богатым человеком И был меценатом Он финансировал очень большое количество Самых разных научных исследований Довольно долго эта премия вручалась По-моему еще с 90-х годов Ну уже так вот В последние годы Когда у нас стали Все эти иностранные фонды считать Или нежелательными организациями Или иноагентами В общем Люди, которые этим фондом Занимались, решили, что Лучше не доводить до греха И просто сказали, что все Этот фонд теперь будет только Выдавать премию Только выдавать медальку и грамоту То есть там никаких денег к этой премии уже нет Грантов на научные исследования тоже нет Так что в общем-то все, что осталось от этого фонда Это вот ежегодная награда Ну и да, вручает ее Палеонтологический институт Потому что, собственно В России этот фонд курирует Именно Палеонтологический институт Понятно Вначале вы упомянули о том Что Хасурты Это не единственный ваш проект А чем еще интереснее вы занимаетесь Вот мне тут попалась Изотопная карта России Ну да, это не связано с палеонтологией Просто так уж получилось Что приехав в Череповецкий университет Я сюда приехал Заниматься палеонтологией А тут как раз купили крутой прибор Изотопный массоспектрометр И никто не знает, что с ним делать Ну да Ну и думали, что можно на нем интересного сделать Ну да, есть такой интересный проект Это картирование изотопов Ну прежде всего водород и кислород Но также были планы по углероду, по азоту Составить карту этих изотопов Их распределение по территории России С палеонтологией это мало связано Вообще практически никак не связано С криминалистикой? Это связано, да, это связано с криминалистикой Потому что это способ определения миграции И миграции людей То есть там просто, скажем, по волосу Особенно если волос длинный Можно определить по его изотопному составу Как человек перемещался по территории страны Или там с другой стороны приехал Можно определять миграции диких животных Вот это, скажем, используется активно В изучении миграции птиц Ну кольцевать птиц можно, конечно, их кольцевать Но на самом деле там процент этих кольцованных птиц Которые там второй раз словят И это кольцо находят Их на самом деле очень мало А вот по перышкам можно определить Где, в каком месте птица вырастила конкретное перышко Используется это в самой разной экспертизе Там в продовольственной экспертизе В экспертизе там всяких природных загрязнений В общем на самом деле применение такой карты Применений очень много Ну и был проект совместно с Институтом Северцева Это сделать Но проект не поддержали Поэтому пока оно находится в таком подвешенном состоянии И никто больше не занимается этим, да? В стране? У нас нет Этим активно занимаются в Штатах В некоторых европейских странах В Китае Но у нас пока таких проектов никто не делает А как-то обосновали то, что почему не поддержали? Или просто... Ну, как это обычно бывает Эксперты дали положительные заключения А дальше по итогам конкурса решили не поддержать Я бы хотел, чтобы пару слов сказали Об истории вашего появления в Череповском университете Потому что не каждый день приезжают сюда ученые С именем, с какими-то такими работами Что вас сюда как бы привлекло? И где вы до этого работали? До этого я работал в Москве В клиентологическом институте Но я, в принципе, продолжаю там работать На одну десятой ставке Приехал я сюда 4 года назад Узнал вообще о Череповце О том, что здесь есть университет И ему нужны научные сотрудники Узнал совершенно случайно Через знакомых Из института биологии внутренних вод В парке Ну и в конечном итоге списался с местными биологами И меня пригласили тут поработать Ну а я как раз в то время уже думал о том Что в Москве Ну в Москве жить совершенно невозможно Там можно учиться Можно делать карьеру Можно зарабатывать деньги А вот жить в Москве нельзя Ну представьте себе На работу 2 часа в один конец И это если без пробок А здесь вот сколько тратить? Здесь 10 минут пешком Так что да Было уже давно желание Переехать в какой-то небольшой город И продолжать там заниматься Нас не пугали экологическими проблемами Здесь Там жить невозможно Здесь типа дышать невозможно Да, там говорят, что еще лет 10-20 назад Северсталь коптила по-страшному Но на самом деле Действительно там в последние годы Они много сделали В плане улучшения этой обстановки Там поставили фильтры Сейчас они делают проект по зеленому щиту Знаю об этом Потому что как раз в этом проекте Участвуют люди, которые сидят за стеной Так что да Сейчас вроде бы Действительно загрязнение не сильное Просто мы действительно знакомы С лабораториями Которые делают замеры Которые изучают эти загрязнения То есть в принципе По большей части Ничего страшного Единственное, что они говорят Это плохо, когда На несколько дней Устанавливается безветренная погода Потому что когда ветер Все-таки сдувает А вот если ветра нет Оно все-таки накапливается над городом Вот без ветра Да, тут начинается запах гаря Если верить опять же вашим коллегам На территории самой Северстали Там живут редкие птицы Их там никто не трогает Там тепло хорошо В том числе и из красной книги А почему нет? В какой-то степени территория завода Как заповедник Сейчас выступает Ну, собственно, почему бы и нет Собственно, территория завода большая Есть там, конечно, и индустриальный ландшафт Но есть, я так понимаю И достаточно большие Просто лесные массивы Немножко выглядит Такой фантастикой Прямо как у Стругацких Там какая-то зона такая Ну, собственно, что фантастика Взять, например, чернобыльскую зону отчуждения Там биологи, которые там работают Говорят, что там чернобыльскую зону отчуждения Заповедник впор устраивает Там люди не живут Так там сейчас такая флора и фауда развелась Что просто любо-дорого смотреть Дмитрий, я хотел еще спросить Вот приехали в Череповец А почему вы за границу не уехали, например? Просто такая тема, я так понимаю Была достаточно актуальна для российской науки После такой вот После перестроечной Довольно долгое время То есть молодые ученые Пытались как-то уехать по всякому За рубеж У вас это не коснулось? Ну, на самом деле Рассматривал такой вариант Но просто не получилось Тогда, а потом Здесь предложили весьма неплохие условия работы То есть сейчас что-то меняется И к тому, что меняется что-то к лучшему В оденчу в отечественную Да, я бы не сказал, что меняется что-то к лучшему Скорее наоборот Увеличивается количество бюрократии Принимаются какие-то достаточно страшные законы Типа того, что если я пообщался с иностранным коллегой То я должен об этом отчет ФСБ написать Ну, понятно, что никто этих отчетов не пишет Но, с другой стороны, все понимают Что такой вот закон У всех висит Топором над головой Ну, действительно, есть большие проблемы С отчетностью, которой тут огромное количество А не дай бог ты получишь еще какое-то дополнительное Государственное финансирование Так это вообще убиться можно За это отчитаться Есть все очень странные вещи То есть, например, выделили тебе деньги на исследования А потратить ты их не можешь Потому что эти деньги подкреплены Таким количеством условий Как их надо использовать Что получается, что вообще никак нельзя Кроме науки Что вас еще занимает, интересует? Какие-то увлечения, может быть? Ну, в принципе, увлечений довольно много Нет, просто, во-первых, хватает ли времени? Или вот что-то занятие наукой Что это подразумевает? Это 24 часа в сутки включено что-то? Нет, ну, на самом деле Наука это и есть самое главное увлечение Сюда люди, которые этим не увлекаются Они сюда не приходят Ну и, конечно, интересно не только в лаборатории сидеть Самое интересное это ездить в экспедиции Вот путешествия Это интересная тема Ну и, естественно, в путешествиях там начинается И фотосъемка, и видеосъемка И съемка с летательных аппаратов Да, что там Ну, из спорта Сноуборд, карате Даже карате? Даже так А в карате Что больше привлекает? Ну, как вот Свойственное таким единоборством Какие-то такие вещи Там практики самосовершенствия Или это утилитарно Там можно было защититься от чего-то? Ну, главным образом просто держать как-то себя в форме В форме, да Потому что, да Конечно, в экспедициях там физические нагрузки постоянные Но в межсезонье раскисаешь Сидеть в всю зиму в мягком кресле Понятно А музыка? Книги, музыка? Музыка, да На гитаре играю Да, здорово Я всегда мечтал научиться Но что-то так и не случилось Это здорово, когда человек умеет Душа компаний всегда Кстати, друзей у вас много? Не сказал бы, что много Но те, что есть, очень хорошие Но они не здесь, да? Наверное, где-то в Москве И в Москве, и здесь И здесь есть люди? А они уже появились после того, как вы сюда приехали? Или вместе с вами приехали? Нет Сюда я приехал, здесь я вообще никого не знал Но вы как-то здесь уже освоились? То есть вы считаете себя в какой-то степени уже жителем местным? Или вы так просто здесь как в гостях? Да нет, совершенно местный Более того, я считаю, что я там на Вологодичне стал местным уже довольно давно Потому что экспедиции в Вологодскую область у меня было очень много Впервые я сюда Ну, на Вологодскую область Ну, не в Череповец, а на восток Под Великим Устюгом, на Сухону Впервые я приехал в 2007 году С тех пор у меня там было, я не помню, что ли 7, то ли 8 экспедиций в эти места Так что действительно В Устюг тоже приезжаю уже практически как к себе домой Понятно Такой вопрос может быть странный Но вы отчасти немножко на него уже как бы ответили Но я же таки спрошу Вот вы как-то политикой интересуетесь? И вообще влияет ли политика как-то на науку и на ученых? Ну, интересуюсь, конечно То, что сейчас происходит в стране, в мире Ну, влияет, естественно, на всех И как к этому приспосабливаетесь? Стараетесь не обращать внимания? Ну, довольно сложно, конечно, не обращать внимания на то, что происходит Ну, учитываете, да, эти все вещи? Ну, естественно, все это приходится учитывать То есть, ну, понятно, что Я никогда не был прямо политическим активистом Но, тем не менее, я этим интересовался Я и там в свое время в ФБК деньги пересылал После чего, когда их закрыли Мне уже там из милиции звонят Говорят, а вот вы там деньги пересылали А не хотите ли объясниться? Вот Я говорю, нет, не хочу Ну, в общем, да, есть, конечно Некая тревожность По поводу ситуации в нашей стране Знаете, вот я в вашем, опять же, аккаунте Там увидел странную формулу Которую Вы написали Мировоззрение Двоеточие И вот там какие-то значки Это можно как-то расшифровать? Или это просто набор символов, которые Вы знаете, да, о чем я речь Это первый-второй законы термодинамики А, так это все описывается, да? Понятно Ну, просто я человек гуманитарный Поэтому, наверное, мне кажется А какой для вас ближе? Или оба? Они взаимодополняющие Понятно И они, на ваш взгляд, они как бы описывают Все происходящее? Ну, не все происходящее, конечно Но, тем не менее, это Это основа классической физики Понятно А вот еще я там нашел То, что вас вдохновляют, самолеты Да А вот интересно, почему? Ну, с самого детства очень любил авиацию Это просто эстетика Эстетика летательных аппаратов Было в детстве Прямо действительно реальное желание Пойти учиться на пилота Но со зрением проблемы И как бы сразу было понятно, что это не вариант Но, тем не менее, в свое время Выучился летать на дельтаплане Правда, сейчас как-то возможности нет Этим заниматься А так вообще, да У меня там летная книжка Там неплохой налет Допуск с обстоятельным полетом Так что, в принципе, да Сам летать умею Ну, а сейчас компенсирую Это полет именно на квадрокоптере Ну, у меня остался последний вопрос Опять-таки, я вот Нашел у вас Вашей страничке Какую фразу Вечность пахнет нефтью Мне очень понравилась она Я просто хотел спросить А вот после нас Она так же будет пахнуть Зависит от нас Зависит от нас Зависит от нас Субтитры создавал DimaTorzok